Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Я продолжаю тему зерновых дистилляторов. Сегодня я готовлю дистиллят из ржи. Я специально поменял формат съемок, и мы сначала приведем к дегустации, а потом будем готовить сам продукт. Но сегодня у нас на дегустации будет два продукта. Это хлебное вино или полугар, и мой дистиллят. Сначала я начинаю пробовать хлебное вино. Посмотрите, какая красивая природа вокруг меня. Поэтому у нас дегустация сегодня выездная, погодка прекрасная, солнышко тепленькое, птички поют, а у меня в руках настоящее хлебное вино. Аромат. Пахнет чем-то свежим, но очень легкое, но все-таки характерная нотка черного ржаного хлеба. Вот. Здесь более такой кисленький вкус, потому что это стопроцентный ржаной хлеб. Очень похожие ароматы, но это аромат хлебный, это аромат хлебного вина. напиток очень легкий, очень мягкий, очень легко пьется, послевкусие освежающие, легкая-легкая нотка хлеба. Мне все нравится. Огурчик. Когда я хотел приготовить дистиллят из ржи, я смотрел дегустации других блогеров, и мне было очень страшно, потому что все они говорили, вкус у ржаной водки, у ржаного самогона, очень характерный, очень сильный, насыщенный, и достаточно приторный. И я переживал, что это будет правда, но на самом деле вкус у именно хлебного вина очень мягкий. Что же такое хлебное вино? Хлебное вино – это обычный ржаной самогон, разбавленный до крепости в 38,5 градусов. Попробуем еще. Очень непривычно жарить яйца и почки в такой тишине. На сковородине очень шумят, шипят и брызгаются. А здесь все тихо, но тоже время не готовится. Для дегустации хлебного вина я приготовил бычьи яйца, бычьи почки и шампиньоны на открытом огне. Они интересные, попробуем. Но все-таки хлебное вино или полугар. Аромат хлебного вина настолько освежающий. Друзья, это восхитительно. Это просто восхитительно. Напиток очень тонкий, ароматный, благородный. Как и всегда, я говорю, для того, чтобы его продегустировать, нужно что-то очень гладкий огурчик. Редиска, которая очень умеренная во вкусе, я думаю, тоже подойдет. Отлично. Попробуем бычьи яйца на огне. Настоящий классический вкус жареных бычьих яиц хорошие, сочные, не пересушенные, даже, возможно, слегка, чуть-чуть, слегка сыроватые, но зато не пересушились. Итак, с полугаром и хлебным вином мы уже разобрались. Давайте попробуем мой классический ржаной самогон. Друзья, дело в том, что я всегда разводил самогон до крепости 50-55 градусов, потому что, если его развести до меньшей крепости, у меня очень явно слышались во вкусе предхвостья, то есть, аромат и вкус дешевого самогона. Поэтому, я всегда делал напитки крепкие. Сейчас мы будем дегустировать ржаной самогон крепостью 45%. Аромат. Аромат более густой, насыщенный. Но если мы уже пробовали хлебное вино, конечно, прослиживается эта очень отдаленная нотка освежающего вкуса и запаха. Какой же он на вкус? Во вкусе слышна крепость. Он более плотный, яркая нотка хлеба, такая какая-то с чем-то еще непонятная. Он такой более концентрированный и как будто бы экстракт. Закусим. Попробую бычью почку. Бычи почки режутся не очень легко, хотя внутри еще мяско слегка розоватое. Почки мне абсолютно не нравятся, потому что сверху корочка у них очень сухая, а внутри они немного сочные. Почки мне по вкусу больше понравятся те, которые я жарю на сковороде. А яйца, как вариант, можно жарить и на открытом огне. Хотя, их не так удобно жарить, потому что у них форма очень мягкая и они пытаются убежать. Итак, что я думаю о своем напитке? Давайте еще раз сделаем контрольную проверку. Я уже заранее знаю ответ. В чем же разница между хлебным вином и моим ржаным самогоном? Дело в том, что я все время усовершенствую оборудование, на котором я работаю. И скорее всего я его усовершенствовал до такой степени, что уже у меня идет очень чистый продукт. И поэтому вот эти предхвостя и хвосты во вкусе и аромате, которые ощущались раньше, уже не слышны. Поэтому мне больше нравится уже пить напитки, у которых крепость поменьше. И хлебное вино, у которого крепость 38,5% намного вкуснее, мягче пьется, вкус у него чистый, прозрачный. Этот напиток он покрепче. И я, хотя я люблю крепкие напитки, все-таки отдаю свое предпочтение легкому хлебному вину. Ну, продолжим дегустацию. Да, яркая нотка чего-то такого концентрированного все-таки во вкусе присутствует. Поэтому говорю со всей честностью, хлебное вино отличное. То есть, крепость 38,5% именно для жирного дистиллята замечательная. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях, что вы думаете. А для тех, кто хочет все-таки продолжить и заняться производством жирного дистиллята, смотрите видео дальше. Всем пока!